плетистая роза нахема розовая очень очень сильно пахнущая роза не такой классический розовый аромат сначала бутончики выглядит вот такой вот классической формы потом она распускается постепенно и вот этот цветок у меня не очень густо махровый на самом деле она достаточно крупная сильно махровая роза у нее даже серединка сразу не видно к сожалению держатся лепестки не очень долго примерно два-три дня особенно в жару но она так приятно пахнет и форма мне у нее нравится и цвет такой нежно-нежно розовый что я в любом случае от этой розочки не откажусь но также как и рядом вот raw britter несмотря на то что он от дождя у меня полностью лег без опоры такой весь в крапушках и веснушках сидит он здесь рядом с нахемой здесь у меня сидят практически все корни собственные розы здесь плетистые но я их обрезаю на зиму они к сожалению не все зимуют когда у нас морозы иногда выстреливают до минус 32 минус 26 и тогда очень сильно подмерзают побеги частично и поэтому приходится их обрезать эту розу я в этом году сама обрезала изначально уже до 20 сантиметров перед зимовкой чтобы не было проблем уже потом с вымерзанием но все равно какие-то макушки кусочки подмерзли поэтому пришлось вырезать ее под корень сейчас покажу но она вся отбилась и дошла от земли очень хорошо куст у нее в принципе вырастает за лето достаточно высоко полтора два метра она сейчас у меня вот это первая волна цветения эта роза повторно цветущая листа у нее такая зеленая даже наверное ближе к светло-зеленому цвету не блестящая она такая матовая и шипы с обратной стороны и по стволику есть умеренное количество шипов то есть она не густо ошибованная есть где взяться за нее на веточках она выдает по пять по семь бутонов чем старше будет роза чем лучше будет под кормкой и солнце тем больше у нее конечно же будет бутонов первая волна цветения более массовая вторая волна цветения уже не столько будет конечно цветочков но там погода в сентябре будет попрохладнее и держаться они будут дольше роза практически ничем не болеет у меня по крайней мере только тля на нее нападает даже сильный дождь листва ее очень хорошо спокойно переносит но этого не скажешь о лепестках когда дождь у нее получаются такие вот крапушки веснушки разводы лепесточки могут загнивать под тяжестью от влаги под тяжестью лепестков они гораздо быстрее цветы сами эти отцветают и лепестки осыпаются то есть если будет дождливая погода то полюбоваться этой розой не получится либо же если только вы живете каждый день можете выйти в сад улучить момент и полюбоваться и я же приезжаю раз в неделю на выходные поэтому иногда я даже не вижу как она цветет то есть я уезжаю может быть вот такой бутончик приеду он уже конечно будет вот такой весь осыпавшийся после цветения у нее завязываются семянные коробочки их нужно срезать чтобы роза быстрее пришла в себя не тратила силы и вторая волна цветения не было более массовая крепкая более пышная еще раз хочу показать вам поближе ее такая красивая нежно-розовая с сильным приятным розовым классическим ароматом дня три примерно три дня держится лепесточки поэтому для букета для срезки я не советую на ней подходит может быть у кого-то она привита на что-то более сильное у меня это крайне собственное поэтому для срезки она вообще не годится но прийти ощутить его аромат я всегда захожу в сад очень нравится эта роза и форма и цветка и своим ароматом поэтому я ее в любом случае оставляю несмотря на то что она и быстро отцветает и подмерзает ну вот такая она очень красивая нежно-розовая розочка